В Петербурге учрежден новый праздник, День театрального кассира. Представители этой профессии отсматривают десятки спектаклей, всегда готовы дать консультацию, сориентировать людей в океане театральных событий. И порой только от их компетенции, вкуса и коммуникабельности напрямую зависит, останутся ли зрители довольны спектаклем. Репортаж Александра Чиженко. Лишь один из трех зрителей, собравшихся пойти в театр, точно знает, чего он хочет. Всем остальным определиться с выбором удается лишь благодаря театральным кассирам. Кассы, в которых можно купить билет в любой театр, появились в Ленинграде в 44-м году, через считанные дни после снятия блокады. С тех пор изменилось многое. Количество театров, их репертуар, оснащенность рабочего места кассиров. Неизменным осталось главное требование к кандидатам на эту профессию. Самим быть заядлыми театралами, знающими все о премьерах и гастролях. А еще психологами-физианомистами, чтобы с первого взгляда понять то, чего сам зритель еще не понял, где ему будет интересно. Спектакль начинается не с вешалки, а с театрального кассира, поверьте мне. Вот типичная задачка. Мама хочет приобщить дочку к миру театра. Рок-концерт и цирк отвергли сразу. Спектакль, название которого попалось на глаза, отсоветовала кассир. Там бульварная история. Я просто боюсь, сколько лет вам будет неинтересно. Но тут же предлагает замену. Вы же, наверное, не слышали никогда оперу. Оказывается, не только не слышали, но и не знали, в каких удивительных местах это можно сделать. У вас уникальная возможность посетить Эрмитажный театр, потому что там очень красиво. Это бывший придворный театр. Раньше только придворные при царе могли посетить этот театр. Простым смертным было недоступно. Перебрав еще несколько театров, останавливаются на приюте комедианта. Да к тому же по разумной цене. Довольны обе стороны. Помогла мне очень кассир сейчас. Для себя Софья Борисовна придумала целую классификацию зрителей по подготовленности, интересу и даже месту жительства. Отдельно могу выделить московских зрителей. То есть это отдельная категория москвичей, всегда со своими претензиями, со своими какими-то взглядами. Они избалованы, может быть, обилием театров. Хотя театров на самом деле в Санкт-Петербурге больше, чем в Москве. Но московский зритель так не считает. В петербургских театрах на кассирах буквально молятся. Каждый по-своему пытается добиться их расположения. В БДТ, к примеру, чтобы рассказать о новинках, их приглашают в кабинет музея Георгия Александровича Товстоногова. Но сначала, прежде чем говорить о спектаклях, мы их ведем по театру. Первым делом, конечно, на самое святое место, на нашу сцену. И когда они попадают, вы не представляете, вот на это пространство наше, когда они видят вот это полукружье, ярусов, балконов, когда они видят это со сцены, у них абсолютно меняется точка отсчета, точка зрения. Они просто понимают, что такое театр. Они влюбляются. О любимых кассирах в театрах слагают такие же легенды, как и о великих актерах. Теперь для них придумали еще и праздник. А что делать? Кассира надо любить. Особенно в кризис. Александр Чижинок, Марк Тюнев, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.